Братья и сестры 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 Я несколько вариантов дам, чтобы для нас легче было размышлять. Но одно направление такое, как быть успешным человеком. Если брать в узком понимании, как быть успешным христианином. Я думаю, каждый хочет, кто сегодня здесь сидит, быть человеком успешным. Другое можно направление такое дать, как быть авторитетным человеком. Хотя в Библии нигде такого слова нет, авторитет ни разу не упоминается. Но многие места Священного Писания, слово авторитет, я так понимаю, это уже современное слово, они об этом говорят, прямо или косвенно. Такие направления. А тема моей проповеди, я хотел бы, чтобы она стояла под вопросом. Она не будет выпадать, а может даже дополнять будет тему вашего общения. Но тема проповеди будет, какое твое имя. Братья и сестры, я прочитаю текст, а потом некоторые рассуждения, и для нас понятно будет, о чем идти речь. Но я еще позволю себе немножко сказать, записка пришла. Братья мне эту записку дали, и в этой записке такой вопрос. Объясните, что такое благодать? Я думаю, что то, что братья сегодня здесь говорят, о многоразличной благодати, они объясняют. Но, к примеру, вот брат передо мной, он объяснял, что благодать это то, что Бог дал человеку спасение. Благодать это то, что Бог благословляет меня в служении. То есть видно, благодать, Бог благословил, получается. Успех есть, покаяние есть. Благодать есть в семейной жизни. Для того, чтобы эту благодать получить, но об этом мы сегодня говорить не будем, но думаю, что очень важно правильно проводить молодость. Друзья, и одним словом благодать не объяснишь. Детское стихотворение есть, что такое благодать. Это значит просто дать, не купить и не продать. Это так, в подарок дать. Так вот, друзья, благодать это то, что безвозмездно Бог дал для нас, на наше доброе расположение и любовь к Нему. Друзья, я читаю текст, вторая книга царств, 8 глава, 13 текст. «И сделал Давид себе имя, возвращаясь с поражения 18 тысяч сирийцев в долине Соляной. И поставил он охранные войска ведумеи, по всей ведумеи поставил охранные войска. И все ведумяне были рабами Давиду, и хранил Господь Давида везде, куда он не ходил». Братья и сестры, вот эту первую строчку прочитанного текста, я хотел бы на ней остановиться. «И сделал Давид себе имя». Братья и сестры, для того, чтобы сделать себе имя, для этого иногда хватает одного поступка, а иногда и не хватает всей жизни. Вы знаете, когда были похороны Ивана Яковлевича Антонова, кто был на похоронах, помнит многочисленное собрание людей. И вы знаете, друзья, я отметил для себя, несколько проповедников говорили об этом человеке, что он был человеком добрым. Братья и сестры, это имя, которое человек сделал себе на протяжении жизни своих. Кто близко знал этого брата, тот может с уверенностью сказать, это добрый человек. Когда в нашем объединении проходила смена ответственных, и брат, который занимал место уже Ивана Яковлевича, я помню, один брат тоже пожелал, или от братьев было пожелание, такое брату, чтобы он был подобно, как Иван Яковлевич, человеком добрым. Братья и сестры, это имя человек делал на протяжении всей жизни. Как-то одна сестра подходит, а я вообще, друзья, знаете, радуюсь, когда сестры замуж выходят. И вот одна сестра говорит, где Толя? Мне, говорит, брат один предложил замуж. Я говорю, так выходи замуж. Где Толя? Так он же бабник. Я такие это, я говорю, ну расскажи, кто это такой. Братья и сестры, то есть, смотрите, достаточно каких-то поступков где-то среди сестер. Побыл, поулыбался, шуточки, прибауточки. Раз, два, с одной сестрой, с другой сестрой, одно СМС, второе СМС. И все. И уже получил. Вот интересно, смотрите, в книге Откровения слово такое сказано «Новое имя Бог даст, которое будет написано на камне». Друзья, я не буду все тексты открывать с надеждой, что некоторые места мы просто помним наизусть. Вы знаете, друзья, я думаю, что речь идет не о метрических данных. То, что человек получил от рождения, не об этом идет речь. А речь идет от того, как человек жил на этой земле и какое содержание в себе имеет. Друзья, я думаю, что иногда человек себе каким-то поступком делает себе имя и получает себе авторитет. А потом, друзья, когда он уже становится отцом, друзья, и нередко это так бывает, удар кулаком по столу и отец, этим не решается проблема. Братья и сестры, я понимаю, что отец, может, это и не имя. Нет, это не имя. Но все-таки это положение, которое должно быть утверждено авторитетом. А если его авторитета нету, друзья, даже твое положение, оно ничего не поменяет. Братья и сестры, и так я хотел бы обратить внимание, как важно, чтобы в нашей жизни мы получили хорошее имя. Чтобы это имя у нас было, оно прославляло Господа имя. Друзья, мне очень понравился один пример. Например, когда-то в нашем собрании был Евгений Никифорович Пушков. А у меня есть сынок, тоже его Женя звать. И он ему задает вопрос. Говорит, Женя, скажи, пожалуйста, ты знаешь значение своего имени? Он говорит, ну, не знаю. Ну, так, он еще маленький был. Он говорит, Женя, ты знаешь, имя Женя обозначает благородный. И он говорит, я хочу, чтобы ты оправдал значение свое имя. И такая ситуация получилась. Он у нас как раз в доме был, и Женя просит, говорит, Евгений Никифорович, а можно, чтобы вы сыграли мама? Он на скрипке играет псалом «Мама». И вы знаете, он сыграл этот псалом, и потом говорит, Женя, как хорошо, чтобы и имя твое, и мама твоя никогда не плакали. Братья и сестры, я думаю, сделать имя, это хорошо. Я хотел бы определить некоторые пункты, на которых мы остановимся, о которых мы рассуждаем. Первая мысль, которую я хотел бы сказать, для чего же все-таки нужно имя? Для чего нужно имя? Для книга-притч, я прочитаю 10 главу, 7 стих дословно. Это как бы начальный текст к этому пункту. И потом здесь тоже немножко порассуждаем. Для, посмотрите, как говорит мудрый Соломон. «Память праведника прибудет благословенно, а имя нечестивых омерзеет». Из этого текста видно, нужно, чтобы имя, оно что? Оно действовало. Чтобы имя работало. Братья и сестры, вот благодать в жизни человека, когда его имя, оно действует. Для, посмотрите, вот сегодня, прежде чем мы собрались на это место, братья просили благословения. И что они? Говорят, Господи, благослови во имя кого? Во имя Иисуса Христа. И сегодня это имя работает. Нередко, вот я думаю, что кто может из братьев в оккультной сфере встречался, как покоряются нечистые злые духи перед именем Иисуса Христа. Видно, какую силу и державу имеет это имя. Где вас собрано двое или трое, во имя мое, там и я посреди вас. И чего попросите, во имя мое будет вам. Братья и сестры, смотрите, сколько обетований. Имя Господа, крепкая башня, убегает туда праведник, и что? И безопасен. Братья и сестры, как красиво, когда имя работает. Вы знаете, друзья, в книге Иисуса Навина мы читаем об одной женщине, вообще ее прошлое, этой женщины, и все знают, что это было плохое прошлое, женщина, которую звали Раав. Друзья, я прочитаю один стих 24, что об этой женщине сказано. Раав же блудницу и дом отца ее, и всех, которые у нее были, Иисус оставил в живых. И она живет среди Израиля до сего дня, потому что укрыло посланных, которых посылал Иисус для высмотрения Иерихона. Братья и сестры, это ошибка, может? Друзья, я немножко смотрел книгу Иисуса Навина, но склонны думать, что она была написана уже позже, после жизни Раав. Ошибся, может, автор? Раав живет среди Израиля до сего дня. Друзья, я помню, когда было общение, большое наше общение, съезд, когда Иван Яковлевич умер, и на то время уже Геннадия Константиновича не было. Для многих и молодых людей это известны, эти имена и фамилии. Вы знаете, друзья, я обратил внимание, больше 26 раз упомянули имя одного из этих праведников. Братья и сестры, почему? Из речения, как кто-то из них говорил, как кто-то поступал, почему, братья и сестры, имя Иисуса Христа работает? И Раав уже нету ее. Вы знаете, друзья, вот в Израиле, интересно, все или все улицы, особенно вот старых частей города Иерусалима, они напоминают о Библии. Там вот, например, Кит, Сионы, где-то проходишь по улице, где-то апостол Петр, то есть, друзья, вот именно вот и это говорит о том, что живет среди Израиля или живут среди Израиля те люди, которые когда-то творили добро. Братья и сестры, как мы хотим, чтобы наше имя работало после жизни нашей. И может не только после жизни, а в нашей жизни, или нет. Как-то я был в одном городе, ну не в нашей стране. Один брат, он работает на одном из больших концернов автомобильных. Я его попросил, говорю, ты можешь меня на экскурсию сводить? Он говорит, пошли, говорит, завод громаднейший, говорит, я еще сам никогда не ходил по всему заводу, а там дни экскурсии есть. Ну вот он, пошли мы по заводу, ходили, вот там автомобили выпускает, и он мне показывает, смотри, вот это, одна из неудачнейших моделей, которая выпускается. Я говорю, ну, почему ее тогда выпускает, и почему спрос на нее? Он говорит, ты знаешь, вот этот круглый значок, вот это марка фирмы, это имя фирмы. Братья и сестры, я тоже думаю, вот как важно сделать себе имя. Однажды священнику, который жил при Давиде, Соломон говорит, иди на поле твое, ты достоин наказания, но так как ты при Давиде отце верен был ему, Соломон его помиловал. Братья и сестры, я не к тому хочу сказать, что вот теперь мы можем грешить, и к нам из-за того, что прошлая жизнь наша была правильной, теперь какие-то мы должны получать от этого привилегии, нет ни в коем случае, братья и сестры. Но когда имя, или когда мы сделали себе правильное имя, и когда оно работает, даже когда мы делаем какие-то, ну, может, ошибки, Бог все равно выравнивает. Я немножко позже скажу, но забегаем наперед о Давиде. Христос не боится называть себя его именем, Иисус, сын Давидов. Я бы помню с вами, у Давида были моменты, которые не красили его, но в целом, друзья, красиво сделано, и вот мы прочитали, но сейчас в этом тексте он сделал себе имя. Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание еще на некоторые детали, как хорошо, когда мы понимаем, что имя это не только то, что мы имеем метрические данные, это наша сущная жизнь, которая будет действовать, на которую будут люди обращать внимание. Вы знаете, друзья, вот одному человеку, он рассказывал мне, верующий, он говорит, лично за себя рассказываю, на работе, говорит, мне один из работников сказал, говорит, «Ты говоришь одно, думаешь другое, а делаешь третье». Братья и сестры, чтобы не было у нас расхождения с именем христианина. Хорошо, когда мы по своему содержанию и по своей жизни христиане. Мне нравится одна история. Однажды апостолы идут в храм, и у красных ворот, восточные ворота, или прекрасные ворота, в другом переводе, сидит хромой. Они подходят к этому хромому, и вот Петр говорит, взгляни на нас. Золота и серебра нет у нас. А потом немножко, несколько стихов ниже, в этой третьей главе, когда люди начали сходиться, Петр говорит, что вы смотрите на нас? Как будто своим именем или силой своей мы это сделали. И в 16 стихе говорит, «Ради имени возвещается вам, и возвещается и спасение, для, можно сказать, благодать, и имя этого восставило, и ради веры во имя его он здоров». Братья и сестры, посмотрите, как красиво работает имя. Что вы смотрите на нас? Это, вот это имя, его нет, но оно сегодня действует, и оно приносит благословение. Братья и сестры, вторую мысль, на которую я хотел бы обратить внимание, каким не должно быть имя. Но, может, мы понимаем так и по рассуждениям, что вот каким должно, а каким не должно быть имя. Я расскажу, друзья, один пример. Когда-то мне нужно было поремонтировать автомобиль, и я поспрашивал у некоторых людей, где мастера есть. Я говорю, ну вот, есть там один, Плакса. Я говорю, я не понял, ну, сколько ему лет? Ну, лет за 50. Я говорю, а как его вообще звать? Ну, его назвали имя, отчество. Я говорю, а почему Плакса? А, говорит, ты езжай, ты сам посмотришь. Я приехал к нему на СТО, ну, и вот он смотрит машину. Вы знаете, да это столько денег будет, да это столько времени надо. И я понял, почему его так прозвали. Братья и сестры, вот нельзя такими делать. Я хотел бы взять несколько текстов, друзья, к этому пункту. Ну, к примеру, в первую книгу Царств, 25 глава, 25 стих. Друзья, речь здесь идет об одном человеке. Я вначале прочитаю, потом вам и вопрос задам. Читаю. Пусть господин мой не обращает внимания на этого злого человека, на навала, ибо каково имя его, такой он, навал имя его и безумие его с ним. А я, раба твоя, не видела слух господина моего, которых ты присылал. Братья и сестры, я сейчас не буду к контексту привязываться, я хочу к вот этой фразе. Он был назван именем навал, друзья, навал безумный. Ну, вот представляете себе такую картину, родился этот маленький мальчик, и вот он лежит на коленочках у мамы или на ручках, она его гладит, глупенький мой, бестолковенький ты мой. Ну, вы представляете такую картину, я не представляю себя. Ну, то есть, я не думаю, что мама его сразу таким назвала. Друзья, похоже, что это имя, нет, я не утверждаю, но похоже, друзья, что это имя он приобрел уже в ходе своей жизни. Безумный. Братья и сестры, а разве не видно по жизни этого человека его нелепость и безумие? Ему Авигея объясняет, у тебя ничего не пропадало, у тебя ничего не пропадало, Давид охранял это все. Как безумно поступил этот человек. И если бы не Авигея, ее доброе сердце, мудрость ее, наверное, бы погибновал раньше своего времени. Ну, не об этом сейчас речь. Я думаю, что в процессе жизни своей человек себе сделал такое имя. Когда человек жадный, когда человек недоброжелательный, неотзывчивый, знайте, что имя делается. Когда это имя Бог назовет. Однажды, помните, это Евангелие от Луки, я текст назову, думаю, что мы помним с вами, 13 глава, 31 стих. Приходят к Иисусу Христу люди и говорят ему, что вот Ирод, он хочет взять тебя. Что говорит Христос? Он говорит, пойдите, скажите этой лисице. О, друзья, как в точку, правда? Но я вам не советую никого так из людей называть. Нельзя так. как-то брат один убирал в молитвенном доме и говорит, смотрю Библия брата. я немножко знаю, что это Библия брата. И говорит, я начинаю смотреть Библию, ну, взял так почитать. Смотрю, нечестивый, подписан, Иван Иванович, фамилия такая, с нашей церкви. Потом он читает дальше там, немилостивые, Зоя Игнатьевна. Я, говорит, давай дальше Библию читать, смотрю, говорит, интересно, почти все в церкви подписаны, кто, кто есть кто. А потом он, говорит, меня так заинтересовало, я стал искать себя, кто же я такой. Говорит, пришлось перелопатить много, нашел, нашел, но тоже не в хорошем свете. Говорит, а меня потом еще больше задело, интересно, а как же он себя, ну, давай искать там, ну, примерно такой, милостивый, но добрый, доброхотно дающий. Братья и сестры, вот нельзя, я думаю, что так нам кого-то называть. Я думаю, что это неминуем конфликт, тогда. Но, друзья, Христос, он знал сердце человека. И посмотрите, как он говорит по отношению к этому правителю. Скажите, это лисице, исцеляй сегодня, завтра, третий, и потом окончу. Братья и сестры, Христос знает имя каждого человека. Я хотел бы еще некоторые детали привести в пример, как лучше не делать имя. Однажды Ависалом, он выходил за город и встречал людей, которые входили в город. И он вкрадывался в сердца людей. Посмотрите, друзья, очень слезтью такой. У отца времени нет, вот если бы я был царем, я бы это дело внимательно выслушивал и вкрадался, вкрадался в сердца. Братья и сестры, вы знаете, сегодня имя можно делать вот за этой кафедрой, за вот этим хором. Вот нередко бывает проповедует проповедник, но и примерно такие детали слышно. Вот мы были там, и вот я проповедовал, и там уверовали, а вот до этого были служителя, и помочь не могли, а вот я побеседовал, беседовал, и все хорошо стало. Братья и сестры, я не исключаю, что можно привести и себя где-то вот, ну примерно в таком направлении, были на благовестии, я видел, как Бог благодать являл, как Бог нам милость явил. Братья и сестры, я знаю таких братьев, которые проповедуют, пример слышу с его уст, я знаю, что он лично в той обстановке, это он был действующим лицом, и он так скромненько себе сказал, были братья, трудились, Бог через братьев благодать послал, помог душе какой-то, братья и сестры, как это красиво. Вы знаете, друзья, это делает имя красивым, а когда человек себя на показ выставляет, вот это беда. В одной церкви праздник жатвы был, вот сделали стол, сестры потрудились, они голубцы приготовили, а брат один для голубцов капусту привез, и вот церковь села за стол, кушает, хвалят, ой, какие голубцы вкусные, а этот брат сидит, говорит, ну, ну, что ты скажешь, голубцы хвалят, а капусту нет. И сестры хвалят, все хвалят, он не выдержал, встает, видит Бог, чья капуста, и сел. Братья и сестры, я думаю, ну, это уже может такой контрастный пример, братья и сестры, а я не выдумаю, я не выдумаю, вот у человека, чтобы его увидели, чтобы на показ, вот, чтобы его все знали, братья и сестры, нельзя так имя делать, и сказано имя нечестивых, оно что нельзя, мы прочитали 10, 10 притчу, 7 стих, сказано, оно омерзеет потом это имя. Братья и сестры, мне очень нравится апостол Павел, вот посмотрите, второе послание к Коринфянам, 12 глава, с 1 по 6 стих, я немножко с временем, поэтому не все тексты читаю, хочу, чтобы все-таки и не затягивать, но напомню, апостол Павел говорит, собой не похвалюсь, знаю человека, который был восхищен до третьего неба, слышал слова неизречения, этим человеком, Павел, готов, а собой не похвалюсь. А скажите, о ком апостол Павел писал? Ну, о себе, конечно, писал, правда? Для нас, ну, уже, может, мы сразу не догадались, но где-то на разборе слово читали, братья объясняли, о себе писал апостол Павел. Братья и сестры, как красиво он о себе говорит. В другом тексте он говорит, чтобы не подумал, здесь же, друзья, в этом тексте, с первого по шестой стих, чтобы кто не подумал обо мне больше, нежели видит во мне или слышит от меня, я удерживаюсь. Как красиво, апостол Павел, ты поступаешь. Чтобы кто не подумал. Я помню, когда он уже в какой-то степени коринфянам пишет, которые лояльно относились к же учителям, он говорит, простите, у нас не доставало на это сил, когда вас кто бьет, когда кто объедает. И потом он начинает повествование, говорит, они апостолы, и я. И вот он приводит несколько доказательств своего апостольства, а потом, говорит, скажу, как бы в неразумии. Братья и сестры, апостол Павел понимал неразумие собою хвалиться. Но однажды это нужно было сделать. Однажды нужно было показать не свои, красивые, может, какие-то проповеди красноречивые на дне морском день и ночь. Три раза по сорок ударов без одного. Вот этим апостол Павел хвалится. Братья и сестры, чем сегодня хвалимся мы? Как сегодня мы имя делаем? Может, внешним видом? Может, какой-то привлекательностью? Может, какой-то помпезностью? Ну, друзья, сегодня для того, чтобы привлечь к себе, ну, институты целые работают для того, чтобы человек мог поставить себя на показ. Вы знаете, друзья, на одном из общений как рассказал, в Средней Азии, в одной из стран Средней Азии, там был памятник золотой одному из правителей. Ну, когда этот правитель, он отправил свое, вот второй стал на его престол. И потом, как бы, ну, по желанию народа, ну, пришлось мне тогда свой памятник поставить. Поставил памятник двадцать шесть метров. О, вот это имя крутится, солнышко попадает, и оно отображает свет, как красиво. Президент. Нет, братья и сестры, я не к политике. Я мысль хочу одно сказать. Как хорошо, когда мы правильно делаем свое имя. Друзья, мне очень нравится апостол Павел, который так поступал. Я хочу еще один пример привести. Это Ахитофел. Человек был довольно, ну, высокий в народе израильском. Сказано, что это был советник у Давида. Я, друзья, удивляюсь, читаю сегодня и удивляюсь этому человеку. Насколько этот человек был, ну, знал себе цену. Знал. И вот посмотрите, когда не прислушались его совета, насколько его поступки, друзья, они соразмеренные. Он пришел, написал завещание дому своему, пошел и удавился. Да нет, тут не спонтанно это все. Он как шел к этой вершине, так и сходил с этой вершины, понимая, что он делает. Братья и сестры, я много не буду говорить, но скажу одну деталь. Мне пришлось когда-то пообщаться с одним человеком, которого многие знают. Нет, друзья, я ни имени его говорить не буду, но человек в христианских кругах весьма, весьма известен. Вы знаете, друзья, когда я с ним чуть-чуть пообщался, я понял, что мы-то его знаем, но как его труды, но человека этого мы не знаем. Вы знаете, друзья, мне так печально стало, я с таким добрым расположением воспринимал его труды, но когда с ним немножко пообщался, мне так печально стало, человек знает себе цену. Да, друзья, может, он узнал себе цену, когда славу получил, как хорошо и со славой правильно поступить и со славой правильно бороться. Ну, я не хочу на этой нотке грустной заканчивать этот пункт, я хочу только еще раз сказать, как хорошо, когда мы не делаем себе памятников, как Ависалом, который потом увековечил имя свое, но это имя в сердцах людей, как и Саула, который памятник себе поставил, оно осталось в сердцах людей недобрым. Ну, я, следующая мысль, как мы должны делать себе имя? Ну, больше, может, как бы к практике я хотел бы привязать, хотя трудно в проповеди говорить о практике. Я к этому хочу привести текст из послания Галатам, 2 глава, 20 стих. Апостол Павел говорит, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, живу верою возлюбившего меня и предавшего себя за меня? Как красиво звучит этот текст. Посмотрите, он говорит, я уже не живу, я место прописки своей поменял. Куда, Павел? Он говорит, на небо я, а Христос на землю? Да, конечно, это как бы прообраз, я уже не живу, во мне Христ, а ты где, Павел? А наше жительство на небесах. Братья и сестры, то есть апостол Павел, он вот что говорит, все, что я делаю, а он позже текстом Писания подтвердит, и все, что делаете, словом или делом, делайте как? Делайте как для Господа. То есть, друзья, вот все, что мы делаем, как для Него, это как раз и есть то, что делает нам имя. Я хотел бы привести пример апостола Павла, первое послание Коринфянам, 9 глава, 22 стих, но немножко выше апостол Павел, он говорит о благовестии, он говорит, для всех я сделал совсем, для иудеев, как иудеи, для людей подзаконных, как подзаконные, может не в порядке я все цитирую, для людей беззаконных, как не имеющих закона, при этом не будучи чушь закона, но подзаконен Христу, для всех я сделал совсем, для чего? Для того, чтобы по крайней мере приобреть некоторых. А потом апостол Павел как бы делает такой вывод, все это я делаю, для чего? Для Евангелия. Братья и сестры, сделаться для всех, это непросто. То есть, делать во имя Христа, делать ради Евангелия, друзья, вот, вот прекрасная цель, капитулировать перед Богом. Друзья, мне один пример понравился. В одной церкви, небольшая церковь, периферическая, в одной семье не стала кормилица, ну, сестра вдовела, но муж довольно-таки молодым человеком ушел в вечность, и получилось так, что в этом доме еще маленькие детки, жена начала замечать, что начали деньги появляться. Друзья, я немножко остановлю эту историю, и расскажу ее конец. Друзья, вот, в этой церкви немножко позже были похорона, хоронили одного старца престарелого, и вот на этих похоронах была открыта история вот этих денег, как они появлялись в ящике. И вот эта вдова, она рассказывает, говорит, когда дети были маленькие, ну, сумма была одна, а когда, говорит, дети начали подрастать, в ящичек начали деньги поступать больше, то есть, ну, дети, потребности больше, но, говорят, мы никак не могли понять, кто это делает. А потом однажды, когда уже дети подросли, они решили подследить, потому что примерно в одно число, ну, в определенных числах, там, рядышком, там, вот эти деньги ложили в ящичек, и вот дети заметили. Это был как раз старичок, у которого сегодня, я образно, сегодня похороны. И вот на этих похоронах один из сыновей, уже взрослый, он рассказывает эту историю. Он говорит, вот этот старичок, это наш добродетель. В свое время, говорит, он нас прокормил. И он подробно рассказывает, как он их кормил. Говорит, мы потом узнали всю историю жизни этого старичка. Говорит, церковь наша небольшая, и когда, говорит, мы начали взрослеть, этот старичок, он изыскывал деньги уже не со своей пенсии. Он был хорошим мастеровым, делал ложки деревянные, качалки, ну, такие деревянные предметы. И иногда ему, для того, чтобы успеть к собранию, такая особенность была, в этом городке базар был только утром. Я ни в коем случае не поощряю к тому, чтобы воскресенье торговать. То есть, это как исключение было в этой местности. И вот он говорит, этот старичок рано утречком всегда вставал и шел на рынок для того, чтобы успеть в собрании. И так оно и было. Он приходил в собрание всегда, ну, как бы уже к началу собрания. Иногда этот старичок засыпал. Друзья, засыпал от того, что рано вставал, от того, что много трудился. Он действительно просто пахал на эту семью. И вот один из сыновей рассказывает, говорит, вот такой этот брат. И диакон говорит, братья и сестры, я хочу покаяться. Он говорит, я всегда в мыслях думал, ну, что ему не хватает этому дедушке? Ну, что не хватает? Один живет. Вовремя ляжь спать, вовремя встань и прийди в собрание. Не спи в собрании. Братья и сестры, ну, хорошо, когда где-то что-то тайное делается. Я хотел отсюда пример взять. Когда мы делаем что-то во имя Господа, помните, как сказано, и кто подаст чашу холодной воды, я, нельзя, без объяснения сейчас этого текста, он сложный текст, во имя мое, тот не потеряет награды. Братья и сестры, как хорошо, если мы что-то делаем во имя Его. Друзья, кафедра сугубо только во имя Его. Не ради того, чтобы какой-то пример рассказать, да, чтобы меня заметили, спел только во имя Его. Что-то сделал только во имя Его. Братья и сестры, а помните, как сказано, Бог говорит, я прославлю кого? Прославляющих. Те, которые Его имя славят, Бог прославит. Первое послание для фессалоникийцам, шестой стих, второй главы. Апостол Павел, помните, как говорит, не ищем славы человеческой. Мы могли явиться с важностью, как апостолы, но были среди вас стихи, подобно как кормилица, нежно обходится с детьми своими. Для вот эту строчку хотел бы отметить, не ищем славы человеческой. Как и нередко бывает в служении Богу, бывают люди ищут человеческой славы. Я помню, как когда-то брат рассказывал, ну не буду называть, служитель совета церкви, он говорит, мы приезжаем в церковь, на нелегальном положении были тогда. Майор говорит, я, говорит, тебя так неудобно чувствовал. Брат заходит за кафедр, братья и сестры, мы от совета церквей. А, говорит, а мне так тяжело. Какие-то персоны тут особые прибыли. Братья и сестры, как красиво апостол Павел умел себя поставить. Не ищем славы человеческой, но кому ищут славы? Славы имени Господа. Я даже дословно прочитаю немножко этот текст чуть-чуть выше, он очень красиво звучит. Смотрите, как апостол Павел говорит. Но как Бог удостоил нас того, чтобы верить нам благовестия, как мы и говорим, угождая не людям, но Богу, испытывающему сердца наши. Ибо никогда не было у нас пред вами ни слов ласкательства, как вы знаете, не видав корости, Бог свидетель. не ищем славы человеческой. Братья и сестры, как хорошо, когда правильно мы умеем делать имя, и себе имя, и славу искать имени Господу. Братья и сестры, время много, я на часы уже посмотрю. Но я хочу еще, друзья, на одну деталь обратить внимание. Друзья, вот принцип, как сделать имя себе, как получить авторитет, как быть успешным в мире, заложен, друзья, конечно, в Евангелии. Хотя, друзья, немножко вы простите меня за такие светские, как бы, ну, изъяснения там вот, как быть успешным человеком. Сегодня вот это слово успешный, оно сегодня даже связано с какой-то мирской, такой вот, ну, с мирским чем-то. Хотя, друзья, в общем-то, это нормальное слово. Быть человеком благословенным, если заменить, иметь благодать в себе. Друзья, вот заменить это слово, благодать в личной жизни. Как говорит Христос, получить эту благодать? Он говорит, всякий, кто себя возвышает, тот что, друзья, унижен будет. А, друзья, кто унижается, тот что, друзья, будет возвышен. Друзья, вот мне нравится имя апостола Павла. Вообще, друзья, имя апостола Павла это римское имя. Вообще, имя его, ну, до его обращения к Богу, это имя Саул или Савл. Одно и то же, Саул и Савл. Друзья, ну, думаю, что я не новость скажу. Саул, это человек большой обозначает, великий, а Павел обозначает маленький, небольшой. Вот посмотрите, вот этот принцип, всякий унижающий себя возвысится, как красиво просматривается в жизни апостола Павла. Да, ну, нередко мы вот где-то на общениях по благо вести, мы говорим, великий апостол Павел, да? А что мы делаем? Мы практически противоречим. Мы говорим, Павел великий, маленький. Вот сразу говорим, великий и маленький. Братья и сестры, не противоречим, как красиво звучит это слово, маленький, но великий апостол Павел. А почему, друзья? А потому, что он красиво говорит о себе, чтобы кто не подумал обо мне, повторяясь этим текстом, более нежели видит во мне или слышит, они же, он говорит, они сравнят себя с другими неразумно. Кто старается себя выше поставить других, неразумно. Братья и сестры, я хотел бы обратить внимание вот на вот эту деталь о женщине, которая приготовила Иисуса Христа к погребению. Помните, друзья, как ней Христос сказал? Он говорит, не смущайте ее. Это записано в Евангелии от Матфея 26 глава 13 стих. Что эта женщина сделала? Она сказана, она приготовила меня к погребению. И он говорит, везде, где будет проповедана Евангелие, будет сказано в память об этой женщине. Братья и сестры, сегодня, кстати, это порочество здесь у нас исполняется. О ней тоже мы сегодня говорим. А почему? Потому что эта женщина, она самое дорогое отдала. Она помазала Иисуса Христа и приготовила его к переходу в вечность. Друзья, хочу вернуться к Давиду. Мы уже говорили с вами, что Давид, он себе сделал имя. В 1-й книге царь, 17-й главе, я хочу отсюда прочитать несколько слов о Давиде. Друзья, довольно известное место, когда Давид вышел против Голиафа сражаться. И вот Голиаф, он идет навстречу Давиду, Давид навстречу к нему. Голиаф всячески старается унизить Давида. Что, я пес, собака, что ты на меня с палкой вышел. Что говорит Давид? Друзья, я дословно прочитаю этот текст. Хотя, друзья, думаю, что мы все очень хорошо помним это слово, когда Давид сказал, как я иду на тебя. Я читаю. А Давид отвечал, филистимлянин, ты идешь против меня с копьем и мечом, а я иду против тебя во имя Господа Саофа, Бога воинств Израилевых. И дальше сказано, и он предаст тебя в мои руки. Братья и сестры, почему Давид так был уверен в победе? Потому что он это делал во имя Господа. А немножко ниже описывается скромность Давида. Простите, может, не за совсем приятную картину. Саул смотрит и говорит, чей это сын юноша? А ну позови его сюда. Военачальник идет, подводит Давида к Саулу. Это последний стих. И вот Саул спрашивает, чей сын юноша? И отвечал Давид, сын раба твоего Иисея из Вифлеема. Братья и сестры, заметьте, вот Давид, он мог бы сказать, я Давид, сын Иисея, он свое имени даже здесь не говорит. Как он скромно о себе говорит, я сын раба твоего. Друзья, вот если читать немножко эту картину, Давид беседует с Саулом, а рядышком Иоаннафан стоит, и он рядышком слушает беседу ихнюю. Вот как раз 18 глава, она начинается с этого. Друзья, я прочитаю немножко ниже. «Когда кончил Давид разговор с Саулом, душа Иоаннафана прилепилась к Давиду». Друзья, вот почему Иоаннафан полюбил Давида, друзья, как вы думаете? Ему понравилась скромность Давида. Пройдет время, друзья, немножко пройдет время, и на эту скромность Бог ответит чем? Благодатью. И запоют хоры, и будут Давиду давать десятки тысяч. Друзья, почему? За то, что скромненько на себе сказал, «Я сын раба твоего, и даже имени не упомяну». Братья и сестры, как хорошо, когда мы умеем правильно делать имя себе. Друзья, я думаю, что какие-то поступки в нашей жизни, они могут наше имя, вот которое мы имеем, или жизнь нашу приукрасить. Я скажу так, что это безложная скромность. Ведь правда, когда о нас говорят хорошо, друзья, хотя Христос говорит «горе», если говорят «я не в этом плане имею», друзья, в контексте, когда о человеке может ему в глаза скажут «ты такой-такой», а зайдет человек за уголок и скажет «действительно такого другого не найдешь». Братья и сестры, я хочу пример один привести. Это даже мой друг, вот о котором я хочу рассказать. Случилось это несколько лет назад. Один взрослый человек, ему к 30 годам было, такой добрый человек, он сам руководитель молодежи был. Почему был? Потому что сейчас не нужны. Я сейчас объясню, что с ним случилось. И он пошел со своими племянниками для того, чтобы вместе порыбачить. Такой он человек был, заводил, видит, что кто-то унывает, он пригласит к себе, куда-то сводит, где-то вместе посидят, вместе пообщаются. И подрастали племяннички, он видит, что они так клонятся в мирок. Он говорит, давайте на рыбалку, и пошли не на рыбалку. И вот рыбку ловят, а тут прошел сухогруз. Река такая вот там, берега такие, сплит сделаны, это Рейн река в Германии. И вот мальчик один зацепилась удочкой, он полез вытягивать удочку. И как раз прошел сухогруз и воронка. И этого малыша затянуло. Этот брат, он не думая, он вообще плавать не умел. Он не думая, прыгнул в воду, вытолкнул этого малыша с этой воронки, а самого нашли через четыре дня. В этой церкви делают запись собраний. Ну, то есть, те старушки, которые не могут посетить, после каждого собрания бабушки или тех, кто больной, отвезли диска, да, вот так собрание прошло, ну, и прослушают. И у них архив. Последняя проповедь была, этого человека поставили на похоронах, кто положит душу свою за друзей. Братья и сестры, это не поступок его был, только один. Это было содержание жизни всего. Братья и сестры, я как бы еще раз хочу сказать, как хорошо, когда вот этот текст, благодать в моей жизни, авторитет в моей жизни. когда в моей жизни есть благословение, я думаю, как это хорошо и как красиво. Друзья, я хотел бы закончить текстом, который записан в книге «Притч». Это 22 глава. Я думаю, тоже текст довольно известен для нас. 22 глава книги «Притч». Я хочу прочитать всего лишь один первый стих. Здесь сказано о добром имени. Я читаю. Доброе имя лучше большого богатства, и добрая слава лучше серебра и золота. Действительно это так. Лучшее или доброе имя, оно прекрасней, чем какие-то есть сокровища и богатства. Кто был у Ивана Яковлевича дома, я несколько раз у него бывал, тот видел это очень скромное жилье, но это был человек добрый, и имя его было доброе. Кстати, вот имя Соломон, оно в переводе Шлома богатый миром обозначает. Бог его переименовал, когда его назвали, Бог его переименовал. И действительно этот человек и время царствования его, это было изобилие мира, его имя и содержание, оно соответствовало. Он мог мир творить. Я, может, один еще пример скажу. Это было вот еще до революции, рассказывала сестра одна, она еще в то время, но уже в живых ее нету. Она говорит, было даже так вот. Заканчивается собрание, брат присвитер говорит, братья миротворцы, останьтесь. И вот были братья с особой какой-то благодатью, вот они могли мирить. И даже братья и сестры было такое, вот она говорит, я сама свидетель. Эти братья остаются, как они могли все как бы наладить, привести к миру. Братья и сестры, хочу еще раз напомнить слово, богатый миром. Доброе имя лучше большого богатства. Хорошо, когда мы сделаем себе имя, и оно будет работать. Хорошо, когда в семье мы будем мамой, которая будет авторитетной. Хорошо, когда, я ко всем, друзья, говорю, хорошо, когда служитель будет иметь авторитет, не просто положение, когда руководитель молодежи будет любим, потому что он делает все во имя Господа. Да благословит нас Господь. Аминь. Аминь.